Принято изменение в закон о государственном частном партнёрстве, фактически в области принят закон о концессии, который позволяет частным предприятиям брать государственное и муниципальное имущество не только в аренду, но и в концессию, в том числе объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения. Основное отличие концессии от аренды заключается в том, что по конституционному соглашению организации обязаны не только пользоваться концессионным имуществом, но и качественно улучшать его состояние. Причём все улучшения, произведённые конституционером, то есть организацией, заключившие договор с органами власти, будут оставаться в государственной или муниципальной собственности. В настоящее время часто бывает так, что арендатор, например, котельный, построил за счёт тарифа, то есть за счёт граждан, за счёт нас с вами, какие-то улучшения, и эти улучшения переходят в собственность этого арендатора. Вот, значит, конституционное соглашение это будет исключать. Объекты водоснабжения, водоотведения, например, гор-водоканал, можно будет взять только в концессию. Ну, это, так скажем, сверхвыгодные объекты, которые, к сожалению, у нас в области иногда умудряются банкротить, для того, чтобы сдают в аренду и банкротят потом, представляете? То есть это явно наживаются, явно пытаются каким-то образом муниципальную собственность вывести под частные структуры, под частные лица. Вот в Александрове, предположим, такая ситуация была, в город Александрове, когда там фактически пытались обанкротить гор-водоканал. Поэтому в данной ситуации просто наводится порядок. Концессия в любом случае выгодна. Выгодна тем, что предприятие и организация, которые берут в концессию, оно, да, безусловно, вкладывает какие-то свои денежные средства, но получает дополнительную прибыль. Не сверхприбыль, как в аренде, а нормальную прибыль, разумную прибыль, для того, чтобы работать, для того, чтобы поддерживать свою организацию, для того, чтобы развиваться. Это нормально. Во всем мире так делается. Все вопросы, которые ко мне приходят, на 80-85% касаются работы системы ЖКХ и управляющих компаний, в том числе. Проблема системная, проблема глобальная, проблема, так скажем, произрастает, наверное, из того советского периода, когда нас всех, власть, приучила к тому, что никакого самоуправления быть не должно, что придут и все за вас сделают. Бутылку поставь там, как в фильме «Афоня», и все тебе сделают, прокладку заменят или еще что-то. Сегодня другая ситуация. Сегодня мы живем в рыночных условиях. Я всегда привожу такой пример. Я жил в частном доме, и ко мне просто так бесплатно никто ничего не приходил, даже в советское время. Все равно приходили, если делали, либо я сам там что-то ковырял, у меня дед там что-то ковырял, такое делал, либо приходили, но делали за деньги в частном доме. В деревнях так же делалось, никто не приходил. Значит, делалось только в муниципальном жилье все как бы бесплатно, да? Сейчас ситуация другая. Сейчас жилье у всех частное, все жилье приватизировали. Поэтому нужно учиться заниматься самоуправлением этого жилья. У нас этому людей никто не учит. Органы местного самоуправления этим не занимаются, управляющие компании этим не занимаются. А это их непрямая ответственность. Прямая ответственность, прямые полномочия. Научить людей правильно провести собрание, правильно заполнить необходимые документы для того, чтобы ремонт, предположим, произвести, правильно спросить с управляющих компаний, правильно отчет прочитать управляющей компании. Всему этому нужно учить людей. Вот город Владимир пошел уже по этому пути, проведены учебы, и эти учебы будут продолжаться для руководителей, для старших по домам, для других должностных лиц, которые назначаются общими собранами наших граждан. Я считаю, что это, наверное, единственный сегодня выход, это улучшать самоуправление граждан, чтобы граждане сами спрашивали с управляющей компанией за качество работы. Безусловно, и органы местного самоуправления, они сегодня, в соответствии и с областным законодательством, и с федеральным законодательством, имеют такую возможность, должны контролировать очень четко работу управляющей компании, создавать специальные структуры по контролю за действительностью управляющей компании. У нас есть областная жилищная инспекция, но она одна, естественно, все проконтролировать в области не может. Поэтому, значит, вот такая задача сейчас стоит, и мы нацеливаем органы местного самоуправления на то, чтобы они ни в коем случае не отмахивались на проблему правящей компании. Когда у нас началась избирательная кампания, не только в городе Владимире, а практически во всех органах местного самоуправления, значит, нам главы говорили, это не мы, а мы что, ничего не знаем, это не наш план, это правящая компания плохо работает. Мы им говорим, а вы кто тогда там, в городах, районах, вы себя руководитель, вы хозяева городов, районов или нет, если вы не можете спросить с управляющей компанией, вы зачем там нужны тогда. Поэтому сегодня стоит такая задача, в первую очередь, значит, это самоуправление граждан, безусловно, контроль со стороны органов местного самоуправления и нашей областной жилищной инспекции. Я думаю, что все в комплексе постепенно должно выправить ситуацию. То есть людей нужно приучить, что они сами хозяева своего жилья, и они обязаны просто заниматься тоже, в том числе вместе с органами власти, значит, содержанием своего жилья и своей той же самой придворовой территории. По-другому никак нельзя. Если я жил в частном доме, у меня, предположим, есть какой-то маленький огородик, ко мне не приезжает никто копать в этом огородике, ничего, я сам там копаю. Мы здесь, так скажем, пока не имеем большого опыта вот в организации этой работы, поэтому у нас есть специальное подразделение в администрации Владимирской области, которое будет курировать это направление, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент цены-тариф, который будет устанавливать вот эту вот цену, значит, кроме этого фонд специальной поддержки жилищно-коммунального хозяйства, областной фонд поддержки жилищно-коммунального хозяйства, Там работают специалисты, они провели расчеты. Данные расчеты нам сложно оспорить, потому что пока, еще раз говорю, прецедентов таких нет у нас в стране. То, что вы назвали цифры, ну, у них какие-то свои расчеты, видимо, есть. Значит, нужно смотреть. И я думаю, что вот первые месяцы работы этого фонда, они покажут, насколько он качественно работает. Может быть, первый год работы, потому что, ну, сначала надо поработать, подвести какие-то итоги, посмотреть, насколько справляется фонд или не справляется с вами функциями, и потом принимать какие-то решения, может быть, как-то корректировать эти действия. Если, предположим, мы можем ведь по одному рублю собирать, ну, значит, в шесть раз больше будет меньше ремонт проводиться, количество ремонта. Можно вообще в пятьдесят копеек собирать, значит, уже в двенадцать раз будет меньше отремонтировано жилья. Можно там увеличить, да, значит, будет больше ремонтировать жилья. Я думаю, что деньги, ну, в любом случае, никто не планирует воровать, это однозначно. И я далек от мысли, что эти деньги аккумулируются в фонде для того, чтобы их кто-то сегодня украл, потому что в обязательном порядке будет очень жесткий контроль, и всем контролирующим органам, в первую очередь, правоохранительным структурам дано такое поручение на федеральном уровне очень жестко отслеживать расходы этих денежных средств. Поэтому, ну, в любом случае, нужно просто посмотреть, как будет этот фонд работать, а в дальнейшем, может быть, каким-то образом все вместе корректировать. Если мы увидим, что он не справляется с своей работой, то, значит, в обязательном порядке с вашей помощью будем изменять ситуацию. Есть федеральный закон, который мы с вами обязаны выполнять. Еще раз говорю, что посмотрим, как он будет работать. Ну, что мы сейчас можем с вами сделать? Можем все вместе здесь повозмущаться, но решение никакого не будет принято, потому что мы выполняем с вами сегодня федеральный закон. Мы приняли, значит, решение в соответствии с федеральным законом. Мы обязаны его выполнить. Депутаты законодательного собрания приняли изменения, согласно которым выборы депутатов муниципальных образований будут проходить только по одномандатным кругам. Ну, нужно сказать, что уже многие регионы пошли именно по этому же пути у нас и начали принимать такие же законы, как было принято в Владимирской области. Мы считаем, что эта система максимально уравнивает шансы на победу у движенцев от политических партий и от независимых кандидатов в депутаты органов местного самоправления. Я сам вот прошел, скажем, горнило выборов по одномандатному округу и могу сказать, что огромное количество у граждан. И в отличие от выборов по одномандатному округу, кандидат, который стоит в списке какой-либо политической партии, он в основном работает на имидж этой партии, а не напрямую на избирателей. И поэтому, конечно, очень важно сделать так, чтобы вот те депутаты, которые сегодня работают в органах местного самоправления, они в первую очередь ориентировались на работу по помощи нашим гражданам, а не на работу на свои политические партии. И вот эти проблемы, конечно, безусловно, нужно решать. Мы понимаем, что и люди, когда они голосуют за конкретного человека, они доверие выражают этому конкретному человеку и потом осуществляют спрос с этого конкретного человека, потому что партия – это большая структура, и с партией осуществить спрос не так-то просто, как, предположим, с отдельного кандидата. Да и сам кандидат, когда он несет ответственность напрямую перед людьми, а не просто стоит в списке, естественно, он потом и работает уже в качестве кандидата одномандатника более продуктивно. У меня вот до сих пор ко мне приходит, ну, наверное, как минимум по 10-15 писем в день от наших граждан по тому избирательному округу, по которому я шел, потому что, в общем-то, аванс действительно серьезный получен на выборах, и этот аванс нужно оправдывать. Да и, честно говоря, когда я проводил в воскресенье прием по личным вопросам приемный Дмитрий Анатольевич Медведев, ко мне в подавляющем большинстве пришли избиратели моего округа, хотя мы объявляли об этом на всю область на сайте законодательного собрания. В моем представлении вообще принятие данного закона, данной системы назрело уже довольно давно, потому что у нас есть масса случаев, когда человек фактически ничего не делает, заплатит какие-то денежные средства какой-то партии и становится, так скажем, депутатом органа местного самоуправления. Это первое. Второе. То есть он фактически не вел никакой работы во время избирательной кампании, и потом не ведет никакой работы с избирателями. Естественно, это ненормальная ситуация для граждан. Безусловно, большое количество консультаций у нас было практически со всеми политическими силами. Ну, не вот за тот, конечно, безусловно, короткий период, который прошел от принятия федерального закона до принятия областного закона, а раньше. Поэтому фактически то, что будоражило умы наших муниципальных органов власти, на самом деле очень мы оперативно смогли притворить в жизнь. Принят в первом чтении закон об областном бюджете на 2014, 2015 и 2016 годы. Доходы на 2014 год прогнозируются в размере 42,5 миллиардов рублей, расходы 45,6 миллиардов, дефицит бюджета 3,1 миллиарда рублей. Рост доходов по сравнению с 2013 годом прогнозируется на 7,8%, расходов на 5,1%. Нужно сказать, что бюджет довольно напряженный, но абсолютно реальный. И данный бюджет, в общем-то, удовлетворяет, я думаю, всем нынешним условиям развития нашей Владимирской области. Показать на что? Что даже Центральный комитет КПРФ, единственная фракция в законодательном собрании Владимирской области, так скажем, разрешил голосовать за бюджет. Всем остальным регионам коммунисты не дали такого добра. Запланированы средства на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка в размере 7 тысяч рублей, так называемый ежемесячный материнский капитал. Материнский капитал региональный в размере 50 тысяч рублей, сейчас вот думаем над тем, чтобы, может быть, его повысить, но со следующего года, к сожалению, не получается повысить больше, чем 50 тысяч рублей. И опекунам недееспособных граждан. Вы знаете, что такой закон у нас в прошлом году был принят, тоже порядка 7 тысяч рублей у нас опекунам недееспособных граждан будет выплачиваться в следующем году. Расходы на образование составят 10,5 миллиардов рублей, что на 30, почти на 31 процент выше, чем в текущем году. Предусмотрены средства на строительство и реконструкцию 13 детских дошкольных учреждений нашей Владимирской области. Дополнительно в 2014 году будет создано 1075 мест в детских дошкольных учреждениях. Предусматриваются средства на капитальный ремонт Красногорбатской средней школы, Селиванский район. Впервые такие денежные средства, порядка 100 миллионов рублей, будут выделены. Кроме этого, на достройку школы в микрорайоне Юревец города Владимира также впервые из областного бюджета 50 миллионов рублей будет направлено, и город обещает примерно столько же на Юревецкую школу. Расходы на здравоохранение составят 14,8 миллиардов рублей, рост на 22 процента. Запланировано поэтапное ухудшение заработной платы работников организации здравоохранения. Будет продолжено строительство хирургического корпуса, онкологического диспансера, вот в 2015 году этого корпуса. Расходы на культуру возрастут почти на 50 процентов и составят 756 миллионов рублей. Предусматривается реконструкция музея-усадьбы Танеевых в селе Маринино Ковровского района. Празднование 850-летия города Горховца. Мы думаем, что какие-то серьезные денежные средства мы на это празднование можем получить и из федерального бюджета. Проведение фатьяновского праздника, а также на проведение капитального ремонта в 26 муниципальных учреждениях культуры. Это, в общем-то, намного больше, чем делается в текущем году и делалось вообще за то время, за предыдущие годы. На физкультуру и спорт запланировано 272 миллиона, что на 17 процентов больше, чем в текущем году. На финансирование торпедов запланировано 18 миллионов рублей. И начинается, в общем-то, беспрецедентное строительство различных объектов, физкультурно-здравительных объектов нашей Владимирской области. Сейчас перечислю. Универсальный спортивный зал с плавательным бассейном и крытый искусственный каток в городе Владимире. Муниципальные будут два объекта. Спортивный центр с искусственным домом в городе Коврове. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в Александрове. Спортивный центр с универсальным игровым залом в поселке Анопино Гусрустального района. Многофункциональный спортивный центр с плавательным бассейном в городе Киржаче, ФОК в городе Петушки, спортивный центр с универсальным игровым залом в городе Собинка. То есть это уже намного больше, чем за все предыдущие годы постсоветского периода построено в нашей Владимирской области. Расходы на национальную экономику составят 9,3 млрд. рублей или 20% от расходов бюджета. Дорожное строительство примерно остается на уровне текущего года 4,6 млрд. рублей. Строительство Лыбинской магистрали продолжится, мостовой обход вокруг города Мурома. На расходы ЖКХ 1,7 млрд. рублей, то есть на 15% больше, чем в текущем году. В том числе 65 млн. рублей на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков для индивидуального жилищно-строительного многодетным семьям. У нас есть семьи с 8-10 детей малобеспеченные, которые, к сожалению, не могут себе позволить даже кредит такой взять. И в данной ситуации мы понимаем, что если земельные участки будут оснащены необходимой инфраструктурой, то цена этих земельных участков возрастает на порядки. И, безусловно, в никуда они не будут. То есть, наверное, та многодетная семья, если у нее нет денежных средств, если она продаст этот земельный участок, преступление не совершит. Потому что ведь наша задача не просто выдать земельные участки для того, чтобы семья любыми силами построила дом на этом участке. Наша задача – обеспечить семью жильем, чтобы, предположим, продав земельный участок, семья могла купить нормальное благоустроенное жилье где-то в другом месте себе, может быть, более дешевое. Но в любом случае оснащать инженерными коммуникациями земельные участки намного выгоднее, чем строить даже социальное жилье. То есть на квадратный метр затраты намного меньше получаются. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем вот такое решение и по этому пути пойдем. То есть, понятно, что наша главная задача – помочь гражданам, помочь гражданам, чтобы они были обеспечены жильем. У нас, кстати, не так давно прошло совещание по увеличению объемов строительства жилья. Я думаю, что многие из вас присутствовали в Кольчуге на такое совещание проходило. Принято решение, что и из федерального бюджета будут выделяться серьезные денежные средства на обеспечение инженерно-инфраструктурной земельных участков для строительства социального жилья. То есть для строительства дешевого жилья. То, которое можно будет либо купить по различным федеральным программам для отдельных категорий граждан, либо через ипотеку могут люди покупать и очень дешево. Проведены изменения в закон о единовременной выплате различным категориям вдов. Депутаты внесли изменения, предусматривающие дополнение уже существующим ежегодной единовременной выплаты в размере 3 тысяч рублей вдовам и вдовцам, инвалидов по заболеваниям, связанным с аварией в 1957 году на производственном введении «Маяк», и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также участникам ликвидации данной аварии. Кроме этого, гражданам, принимающих участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок. На это потребуется порядка 97 тысяч рублей. Кроме этого, произведены изменения в закон об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение в два раза штрафов за нарушение тишины с 22 до 6 часов утра. На граждан до 2 тысяч рублей было до 1 тысячи рублей, на должностных лиц до 5 тысяч рублей было до 2,5 тысячи рублей. Также вводят ответственность на юридических лиц, юридические лица раньше такой ответственности не несли. На них вводится ответственность от 5 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафа составит на граждан до 5 тысяч рублей, на должностных лиц до 10 тысяч рублей и на организации до 25 тысяч рублей. Кроме этого, уполномоченный по рамчеловека назначен нашей Владимирской области. Это Романова Людмила Валерьевна. Я думаю, что все ее прекрасно знают. Она у нас является такой известной общественницей Владимирской области. Она долгое время работала в оргкомитете по созданию народного фронта в нашем регионе. Ну, является доверенным лицом Владимира Владимировича Путина, доверенным лицом губернатора нашей Владимирской области, Светланы Юрьевны Орловой. И уже приступила активно к работе с совместным законодательным собранием нашей Владимирской области в том числе. Вы знаете, что нами была в свое время направлена в Государственную Думу законодательная инициатива об акцизах на пиво. Не так давно, буквально несколько дней тому назад, к сожалению, правительство Российской Федерации прислало нам отрицательный отзыв на данный проект законодательной инициативы. Но мы не сдаемся, мы будем дальше заниматься, так скажем, продвижением своей законодательной инициативы, потому что считаем ее совершенно справедливой. И послезавтра Светлана Юрьевна Орлова собирает совещание с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации. Мы попросим депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации подключиться к продвижению нашей законодательной инициативы. Но мы прекрасно с вами понимаем, что пиво ярославское пьет вся страна, а налоги, акцизы получает только Ярославская область. Вот если бы нам, предположим, удалось нашу законодательную инициативу провести, то мы дополнительно с вами получим полтора миллиарда рублей. Это очень серьезные денежные средства, которые можно направить и в социальную сферу, и на развитие экономики нашей Владимирской области. Проведены депутатские слушания по теме социальных последствий международной миграции для Владимирской области. Мы в последнее время в процессе работы с гражданами получаем большое количество нареканий, жалоб на так называемые резинные квартиры. Все, наверное, знают, что это такое, когда один мигрант или наш гражданин берет в аренду или покупает квартиру, там размером, предположим, 30, 50, 60 квадратных метров. На этой площади регистрируется иногда до полутора-двух тысяч мигрантов. И, безусловно, в некоторых случаях, ну они там не проживают, естественно, а в некоторых случаях проживают по 20-30 человек. Естественно, не платят ни налоги, не платят ни коммунальные никакие услуги. Кроме этого, антисанитария, кроме этого проблемы с различными заболеваниями, проблемы преступности. Ну и мы предложили две законодательные инициативы в Государственную Думу. Первое. Предлагаем законодательно установить минимальную норму площади, необходимую для временного проживания иностранных граждан в постановке на миграционный учет. Например, можно сделать эту норму не менее 12 метров на человек. То есть так, чтобы в одной квартире фактически могли проживать не более двух-трех человек. Значит, запретить иностранным гражданам пребывать на территории Российской Федерации в нежилых помещениях, учреждениях, организациях. То есть проживать только в специально предназначенных для этого помещениях. Сегодня, к сожалению, по действующему законодательству, любой директор предприятия может зарегистрировать по месту своего предприятия до полутора-двух тысяч человек, которые фактически нигде не проживают, являются бомжами. То есть где они живут, неизвестно. Проведены также слушания на тему проблемы безопасности детей в Владимирской области. Тоже у нас, к сожалению, проблемы очень серьезные с увеличением количества насилия над детьми, проблемы с преступностью по отношению детей. Масса-масса вопросов, поэтому мы такие серьезные слушания провели с приглашением практически всех органов государственной власти, органов местного самоуправления. Вы знаете, что у нас есть моменты, когда дети просто выпадают из окон многоэтажных домов, опираются на эту сетку, и родители просто не понимают элементарных вопросов, что на эту сетку опираться нельзя. Поэтому мы просили и средства массовой информации подключиться к этой работе. В общем-то выработаны сегодня рекомендации практически всем органам государственной власти. Все озабочены проблемами внезапных смертей детей. Есть у нас такие случаи, когда дети умирают как бы не из-за чего. Понятно, что у любой смерти есть какая-то своя причина. Мы поэтому просили и просим сейчас наших медиков очень внимательно разбираться в каждом конкретном случае вот такой вот, к сожалению, гибели наших детей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...